в Москву, и поэтому мы знаем его еще и как активиста, поэтому мы с ним поговорим. Да, привет, Валер. Всем добрый день. Очень рад всех, так сказать, видеть и слышать. Надеюсь, меня тоже хорошо видно и слышно. Подожди, подожди секундочку, не уверен, что слышно. Скажите нам, пожалуйста, слышно ли сейчас Валеру? У меня почему-то нет тут... А сейчас мы это проверим, не переживай. Честненько, фотосесс. Чик, проверяем. Да, Валера, слышно, и чат подтверждает нашу договорку. Слышно, но... Да, не там. Ну, просто звук выводится, кажется, не совсем так, как хотелось бы. Слушай, ну, мне кажется, надо продолжать. Слышно, и люди прекрасно слышат Валеру, и мы не будем искать лучшего, когда уже есть хорошее. Хорошо, попробуем пойти. Валер, там, значит, для тех, кто не смотрел, хотя я видел, что и Максим Курников в том числе пиарил этот ролик. Не знаю, как правильно это называть. Видео, фильм. Вот, так будет лучше. Там семь участников было. Если я правильно понял, часть уехали из России, но большая часть все еще находится в России, да? Да, на самом деле так и есть, там просто ведущий. Это вообще была передача на канале Тифлоинфо. Есть такой специальный канал для незрячих, который как раз, в рамках которого освещаются различные аспекты жизни незрячих людей. То есть, например, бывает рассказывается о новых программах, которые появились для незрячих, там, под iOS, под Android или под Windows. Или там, я не знаю, вот одно из видео там есть, например, как Брайлю можно обучать детей различных возрастов. То есть, это не то, чтобы политический канал, это как раз канал, который различные аспекты освещает. Его очень интересно смотреть, мне кажется, было бы всем. Поэтому, пользуясь случаем, я его порекомендую. Тифлоинфо. Это шикарный канал, подписывайтесь. Это канал в Ютубе, правильно я понял тебя? Да, 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 это канал в Ютубе. В общем, я, ну, мне ссылку прислал Валера, я включил, не сразу понял, что вообще происходит, а потом втянулся и стало очень интересно. Фактически это что? Это просто ребята высказывают свое мнение на тему того, что началось 24 февраля. Как они это называют, как они об этом говорят или не говорят, как они это переживают, что для них изменилось в жизни, как окружение реагирует. В общем, все то на самом деле, о чем говорим и мы зачастую, в том числе на ночных, например, эфирах. Но тут вот есть особенность. Это люди, объединенные отсутствием зрения. Меня, конечно, удивило то, насколько ясен взор бывает у незрячих людей на то, как четко формулируют мысли, которые зачастую и я даже не могу, может быть, так четко сформулировать. То, как, ну, действительно видят гораздо лучшее происходящее, чем многие из наших соотечественников. Валер, скажи, вот эти ребята собрались как? Случайно подобрались? Просто незрячие и все? Или все-таки по политическим каким-то предпочтениям их собирали? Нет, ну мы же, в принципе, ранее знакомы были, поскольку, ну, считай, я со своей будущей женой познакомился как раз в рамках того, что, в принципе, был чат в Телеграме, когда у них примерно, по-моему, 6 марта тоже митинг в Москве должен был проходить, а я тут одиночный пикет в Самаре проводил. И так вот мы все постепенно там потом перезнакомились. Ну, в принципе, канал Тифлоинфо уже давно существует, и, в частности, ведущего я давно знаю, а из публичной плоскости я, например, его знаю с того момента, когда его из радио Всероссийского общества слепых поперли. Просто когда он в этом радио подчеркнул в одном из эфиров, что Крым является частью Украины, причем он акцентировал, что это его личное мнение, а не мнение редакции. И вот так вот как бы мое знакомство с этим, можно так сказать, началось. То есть я, в принципе, об этом человеке узнал, а потом уже контакты стали налаживаться. А Максиму Курникову вообще большое спасибо. Он предложил такую идею, чтобы этот эфир повесить, я так понимаю, на Эховском канале. Да-да. Я не знаю, насколько... Да, если он там висит, это просто круто. Я не проверял в последнее время, но ему прям просто респект. На самом деле у нас была как раз такая цель, чтобы вот голоса... Даже не важно там, в принципе, что незрячих, да, мы не столько именно на этом акцент делаем, сколько делаем акцент на какой-то адекватности наших голосов. По крайней мере, мы очень старались, я так думаю, да, чтобы это прозвучало именно... Чтобы были слышны, в том числе канал Тифа-Инфо и украинский, и зрители смотрят и белорусский, чтобы была слышна какая-то адекватная реакция. Потому что в сообществе незрячих тоже задаются иногда вопросы со стороны Украины. Да, ну где же, почему вообще из России как-то вот нету помощи, нету поддержки, понимания. И вот нам это важно было в очередной раз подчеркнуть, что не все здесь, в принципе, сторонники оккупации, да, не все здесь хотят, так сказать, бежать впереди паровоза и гибнуть, черт знает за что. Но, к сожалению, я вот буквально вчера нашел обратную сторону медали. Мне тут переслали запись одного из, значит, чатов закрытых, из, по-моему, Брянска не буду точно это. Но суть которого в том, что просто, представляете, собрались, значит, люди, ну, скажем так, пожилого возраста, ну, допустим, человек шесть их было, сразу на городов, и стали просто два часа поливать помоями заочно там другого человека, который с ними не согласен, я так понимаю, по, как раз таки, по войне. И если, например, наш эфир отличается тем, что там у нас открытый чат, пожалуйста, когда шел эфир, там писали люди, так сказать, противоположной точке зрения, да, что вот там русские молодцы, и не буду эту хрень цитировать, в общем. А да, как бы, а там просто вот два часа, это даже хуже Соловьевщины какой-нибудь. Там мы ждем ужесточения законодательства, чтобы написать на этого предателя донос. И там просто такой, знаете, значит, речь вот эта старческая, и вот такое дыхание, да. И ты просто в ужас впадаешь вообще. Думаешь, господи, хорошо это на Яндекс.Диске лежит, а не в Ютубе, правда. Так стрёмно было это вот мне прислали, я думаю, как хорошо, что этого... Я надеюсь, что этого нет в Ютубе, правда. Ты знаешь, тут в чате нам реагируют на твой рассказ и пишут, что это же почти как чатик с моими родственниками. Только я в чат вхожу, там такая же вакханалия, пишет Диана. Слушай, ну и, кстати, про ужесточение законодательства, о котором мечтают эти люди. Я в первую очередь подумал о тех из вас, кто в России. Вы не боитесь? Ну, сейчас, к счастью, может быть, а может, к сожалению, уже даже не знаю, это видео стало распространяться, вот у нас в чате пишут, что и в приложении «Эхо» вчера слушали эту запись. Ну, вы же в опасности, вы же там просто крамольные вещи говорите, вы же там войной называете. А, кстати, вот эти вот, значит, ну, назовем их затонутые, тоже назвали войной. Я прям удивился, думаю, как так вот нарушают ребятки. Нет, если честно, у нас опасность, она вот, это с детства, как говорится. Ой, ребят, может, вы на улицу не пойдете, а то там на вас кирпич вдруг упадет. Но если серьезно, то, конечно, она есть, и она, к сожалению, всегда увеличивается. Ну, у меня такая вот позиция, не дай бог, конечно, да, но пока не трогают, значит, это стимул для того, чтобы продолжать говорить. Нарываешься, то есть, изо всех сил прямо, да, Валер? Не прикрываюсь, в принципе, я прекрасно понимаю, хоть с каким законодательством, что, в принципе, я опять же говорю, если кому-то сильно надо, то просто швырнуть на меня там по ходу, пока я где-нибудь иду по дороге, кирпич вообще без проблем, даже не надо какого-то суперпрофессионала нанимать, но честно. Я это как бы все, все вот эти риски, они уже давно есть, но все-таки я с какого-то там, с 2014 года, как активист, стал, значит, вот в структурах Алексея Анатольевича Навального находиться, и все это прекрасно понимаю. Если кому-то сильно приспичит, все можно организовать. Но мне кажется, если вот над этим трястись, вот с моего ракурса, во всяком случае, если я буду каждый день об этом думать, то мне кажется, я просто сам себя потеряю. И смысл в жизни тогда пропадет, потому что ты будешь просто каждый день оглядываться на каких-то, значит, неадекватных вот этих людей или циничных, но принимающих абсолютно сволочные решения. И, в принципе, они ведь этого и добиваются, чтобы одна часть, ну, то есть ее физически подавить более активно, да, как они-то и, в принципе, делают с оппозиций, а остальные, чтобы даже неважно уехали или они, нет, чтобы они просто выпали из информационного поля. И не доносили, да, сомневающиеся части, вот тут я подчеркну, потому что, ну, как бы по тем или иным причинам ведь осталась прослойка, которая, ну, банально может подыхать не хочет непонятно где, да, и это, наверное, тоже, я думаю, пусть и идет в плюс, потому что, ну, хоть как-то люди задумываются. Те, которые, значит, вот несут чушь, которую они несут, с ними уже там бесполезно, это какой-то новый, другой, я не знаю, биологический уровень или что там с ними случилось когда-то, да, потому что я не понимаю, как можно, я это уже во многих эфирах говорил, я не понимаю, как нормальному человеку может хотеться убивать, значит, ну, там, военного противника, но когда ты там говоришь, слушайте, ну, вот инфраструктуру бомбят энергетически, да и хрен с ними, пусть и дети, и все они там мерзнут, вот, и все, мы вот победим, ну, и все будет просто шуфренией. Валер, а вот ты можешь немного про свое окружение сказать? Поддерживает ли тебя окружение? Я имею в виду близких родственников, соседей, друзей, коллег, не знаю, сокурсников. Насколько ты почувствовал одиночество или, может быть, наоборот, почувствовал единение после того, как началась война? На самом деле были разные реакции в том смысле, что, ну, они, с одной стороны, были ожидаемые, то есть те люди, которые, в принципе, меня всегда поддерживали, они такими людьми остались, да. Те, кто были нейтральны, ну, грубо говоря, ну, занимаются какой-то фигней, и ладно, то есть они тоже, в принципе, как-то особо и не поменялись на самом-то деле. Я на учебе, во время учебы, в принципе, особо не обсуждаю, есть прям единицы людей, которые понимают примерно хотя бы, о чем я разговариваю и зачем, и для чего это делают, да. А в основном, конечно, обстановка такая, что вот здесь, в принципе, я вот так вот разговоры слушаю в коридорах, да, в колледже, и многие, кто обучаются, но они в другом информационном поле, конечно. Они, даже если ты пришлешь Медузу, они ее, просто, ну, такое ощущение, как будто до людей еще не дошло, что это их касается. Я вот просто пример маленький приведу. Недавно же, когда были вот эти суды вот у Яшина, я, в принципе, на вот это вот, на зачитывание приговора два раза ездил, то есть первый раз там вот это было минирование, второй раз я туда тоже попал вместе со всеми, кто приехал. И перед тем, как дойти до суда, вот там надо было дорогу перейти. Я приехал с другой стороны трамвая, и дорогу перехожу, значит, и со мной идет бабушка. Я говорю, слушайте, а вот к суду так иду или неправильно? Она говорит, правильно, там толпа даже какая-то стоит. А что там происходит? Ну, я объясняю, говорю, вроде вот тут у вас в Москве вот Илья Яшин, там такой-то, такой-то депутат, вот, значит, там, видео, такие-то вещи сделал, там, социальные такси, немножко ей так рассказывают. Вот, говорит, человеку хотят 8 лет с лишним дать за войну, за то, что он просто войну войной называет именно. Он просто об этом говорит, да, можно с ним, там, хорошо хотите, и не соглашайтесь, черт с вами, да, у вас там земля плоская, ради богу. И человек просто спокойно отвечает, у меня свои проблемы, я там, и своего хватает мне, ну, их типа всех. И вот это преступное равнодушие, ну, то есть ты учебник истории просто видишь перед своими глазами, да, когда люди, вот, инфантильность вот эта, нежелание вдумываться в то, что вокруг, а меня больше вот это даже убивает. Потому что те, кто орут подчас, да, я вот от женщин, кстати, часто слышу, да я бы взяла автомат, да я бы там поперлась. Ну, понятно, что она никуда не пойдет, она поэтому и орет, потому что прекрасно понимает, что никому она там не нужна. Ну, просто даже, хотя там, да, есть там категории, но медицинские работники там, это другой вопрос. А так, это все вот из-за безопасности, да, из-за безопасного диванного расстояния все, что хочешь, можно прорать. И это, конечно, вот равнодушие, это самое страшное. И то, что когда ты людям объясняешь, они, елки-палки, ну, мы, ну, че ж так вот, ну, они же должны в армии служить. Ну, это поколение постарше, да, от них вот слышишь такое. Мы должны, значит, ну, вот они пускай идут, служат, у нас же тоже-то все было. И, ой, ну да, его забирают, ну, че ж, надо ему там, ну, нет экипировки хорошей, ну, мы че-нибудь вот там купим, придумаем. То есть люди даже элементарно не задаются вопросом, такой черт вообще там мой, там, единственный или даже не единственный ребенок, такой черт он туда пойдет. Вот зачем? Это надо. Вот это вот размывание своего «я», это что вот в Советском Союзе, было вот вбито просто, да, когда жизнь человека ставится, ни во что не ставится, а государство превалирует просто на 100% человека. И вот это вот страшно. И самое для меня печальное, что вот эта зараза, она, в принципе, я думаю, довольно хорошо передается, передалась и уже и на наше поколение. И выходить из этого всего будет очень тяжело обществу. Да и на следующее поколение ее активно передает, ну, тут в части, знаешь, пишут, что многих зарепрессировали до такого состояния, что они молчат, другие уехали, другие в тюрьме, остались только зомби. И мне вот поэтому очень ценно ваше высказывание. Да, это была встреча в зомби, но для меня это полноценное высказывание сообщества. И для меня ценно, потому что там прозвучали голоса, которые в том числе и остались в России. И которые подтверждают, что нет, не остались только зомби. Не только зомби остались, а люди, которые неравнодушны, которые готовы об этом говорить, которые готовы продолжать рассказывать бабушке на переходе о том, кто такой Илья Яшин, все еще в России. Да, несколько человек передают тебе привет, из Дагестана передают привет, РА, мы с ним вместе были на мероприятии, Ольга пишет, Валерий, привет, мы с ним вместе уходили с январского мероприятия. В общем, многие тебя знают, многие тобой восхищаются. Спасибо тебе за то, что остаешься самим собой, за то, что продолжаешь говорить, несмотря ни на что. И очень желаю тебе безопасности, Валера. Привет, Женя, спасибо большое за комментарий. Обязательно передам. Пока-пока, спасибо. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине.